Внимание! Говорит и показывает город-герой Минск! Сегодня мы отмечаем главный праздник белорусской государственности, День независимости Беларуси. Традиционно парад и праздничное шествие проходят у мемориального комплекса «Минск. Город-герой». Сегодня в военном параде примут участие более трех с половиной тысяч военнослужащих. Свыше 130 единиц техники в небе над столицей будут представлены современные летательные аппараты белорусской военной авиации. Вместе с подразделениями белорусской армии в парадном строю пройдут воины вооруженных сил Российской Федерации. Мы также станем свидетелями спортивно-молодежного шествия, посвященного Дню независимости Республики Беларусь. 3 июля – это подтверждение героизма и стойкости нашего народа, его воли к победе и желания самостоятельно определять свое будущее. 67 лет отделяют нас от того памятного дня, когда советские войска вместе с белорусскими партизанами освободили от оккупантов нашу столицу – город Минск. Отмечая эту славную дату, мы обращаемся прежде всего к беспримерному подвигу народов СССР, нашего белорусского народа, советского солдата, разгромивших гитлеровских захватчиков, отстоявших честь, свободу и независимость Родины, спасших мир от коричневой чумы. Великая Отечественная война стала суровым экзаменом на мужество и стойкость нашего народа. Гитлеровская Германия обрушилась на СССР вероломно, приступив все законы человеческого бытия. На протяжении четырех лет не умолкал грохот сражений, не виданных ранее по своему ожесточению и масштабам. С первого дня агрессии Беларусь оказала беспримерное в истории человечества сопротивление фашистским захватчикам. Защитники Бреста и Гродно, войска, сражавшиеся под Минском и Могилевым, оборонявшие другие населенные пункты, показывали чудеса героизма. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. На проспект Машерова выезжают две открытые парадные машины. В одной...